Ради признания звёзды пренебрегают здоровьем и семейным счастьем. Они не жалеют даже своей жизни. Но стоит ли слава и звёздный успех таких жертв? Достать билет на его концерт было счастьем для тысяч девушек, готовых рвать на себе волосы ради кумира. Его звезда вспыхнула ярко и быстро. Так же и погасла. В середине 90-х, на самом пике славы, он неожиданно перестал давать концерты и исчез со сцены. Почему и что с ним случилось, никто не знал. О нём забыли на несколько лет. Пока 2 июня 1997 года в СМИ не прозвучало трагическое сообщение. От страшной болезни умер знаменитый певец Женя Белоусов. Какая была обратная сторона мгновенной славы любимца девушек 80-х? Женя Белоусов не был выдающимся певцом. Он не был выдающимся вокалистом. Он был парнем, освещавшим дорогу с помощью улыбки и способа жить, который он выбрал. В конце 88-го в программе «Утренняя почта» появился молодой певец Женя Белоусов, который сразу же понравился тысячам девушек всей страны. Я тебе не продаю, Не коснусь тебя рукой, Золотые певцы, Золотые певцы. Уже спустя несколько дней его имя стало самым популярным в Союзе. А гастрольный график был расписан на несколько лет вперед. После первой же песни, показанной по утренней почте, «Проснуться в стране, которая лежит у твоих ног в 23 года», я скажу вам, отчасти пройдя такое же испытание, это испытание не для слабых людей. Ты не можешь выйти из подъезда, твою машину раскачивают самые красивые девушки, о которых ты даже не грезил. Ты можешь спать с кем угодно, ты можешь приударить за любой красоткой и быть уверенным, что она за честь сочтет знаком с тобой. Ты получаешь деньги, деньги к деньгам, огромное состояние, ты не знаешь, как их тратить. Но тогда мало кто знал, что все, от автобиографии до манеры давать интервью, выдумка его продюсеров. Любови Воропаевой и Виктора Дорохина. Что «Утренняя почта» далеко не дебютное выступление певца, и за плечами Жени уже немалый музыкальный опыт. Читаю в газетке «Комсомольская правда». Кто он, Женя Белоусов? Мальчик из Курска, с чемоданом на Курском вокзале. Там его случайно, возле пирожков, встретила Любовь Воропаева и сделала певцом. Ни хер себе, думаю. Он уже был звездой в «Интеграле», он уже пять или шесть лет исказнил всю страну по два-три раза. Настоящая история певца началась еще задолго до «Девочки моей синеглазой». Молодой Белоусов только получил диплом слесаря-ремонтника и пошел учиться в музыкальное училище по классу гитары. В родном Курске он работал в ресторанах, играл на бас-гитаре. Там его заметил малоизвестный в то время продюсер Барри Алибасов, который приехал в Курск с гастролями. Он предложил Жене попробовать себя в качестве гитариста в рок-группе «Интеграл». Белоусов согласился и переехал в Москву. Он больше всего мечтал стать рок-музыкантом. Он так стеснялся петь вообще. Он никогда не пел. Он где-то играл там в ресторане, в Курске на бас-гитаре. Со временем Алибасов увидел в Жене хорошие перспективы. Красивая внешность и неплохой музыкальный слух должны были принести популярность. Продюсер решил превратить Белоусова из бас-гитариста в вокалиста. Несмотря на желание Жени играть на гитаре, все свободное время Барри Каримович занимался с ним вокалом. Он тресся, потел градом. Его все околотило. Это было его первое выступление под его собственный вокал. Так Белоусов начал петь. Ещё некоторое время он продержался в интеграле, а когда понял, что получил достаточно опыта, решил начать сольную карьеру. Но выйти на сцену с рок-репертуаром он не решился. Думал, что сначала нужно засветиться в несколько ином амплуа. Пригодилось знакомство с поэтессой Любовью Воропаевой, которая предложила Белоусову его первый лирический хит. Вместе они поняли, что Женина внешность и попсовые песни верный путь к быстрой популярности. Он всегда был красавцем, он всегда был смазливым любимцем миллионов барышень. А Женя планировал лишь некоторое время попеть совсем неинтересные ему коммерческие песни. Заработать достаточно денег, кардинально поменять репертуар и начать воплощение своей заветной мечты о рок-группе. Вообще он пять лет или шесть лет проработал в интеграле. Он роковый исполнитель по своей природе. Он музыкант в первую очередь. И он же пел репертуар роковый. Но успех пришел именно благодаря образу любимца девушек. Слава волной обрушилась на Белоусова. Он давал по три концерта в день и постепенно вживался в новое амплуа. Но вдруг во время очередного выступления ему стало плохо. Вызвали скорую. Певцу предложили лечь на обследование. Женя услышал от врачей самое худшее, чего боялся всю свою жизнь. Открылась детская травма, которая много лет не давала о себе знать. Когда ему было 9 лет, его сбивала машина, образовалась аневризма. Травма головы, полученная еще в детстве, сказалась спустя 20 лет. В любой момент Женю могло ожидать внезапное кровоизлияние в мозг и смерть. Но певец пренебрег советами врачей пройти курс лечения и начал жить так, словно каждый день последний. Чтобы отстраниться от мыслей о страшной болезни, Женя много пил, что только ухудшало состояние его здоровья. Он нашел утешение в женщинах, начал открыто изменять жене, которая воспитывала их маленькую дочь, а потом вообще ушел из семьи. Он далеко был ни такой, ни мягкий, ни солнечный, несмотря на свою внешность, он был настоящим мужчиной. Он мог и по морде дать, если надо. Вокруг Женьки всегда было много женщин, и всегда это были красивые женщины. К сожалению, всегда рядом был алкоголь, и я думаю, что это не только его заслуга в этом, это прежде всего вина тех, кто окружал его, и которые не оградили его вовремя. Белоусов везде окружал себя женщинами. Среди его любовниц были молодые певицы и музыканты. Он жил по законам богемы. В 89-м году женился на эстрадной певице Наталье Ветлицкой. Но уже через 9 дней пара развелась. Такой ход только добавил популярности певцам. Белоусов поднялся на самую вершину Звездного Олимпа и понял, что наступил подходящий момент для смены амплуа и карьеры рок-музыканта. К тому же у него было уже достаточно денег и опыта для создания своей рок-группы. Он спешил жить, ведь мысли о смерти не покидали его. На самом пике славы Белоусов бросил все. Успех, поклонниц, многотысячные концертные залы и просто исчез. Куда он делся, и что происходило в жизни кумира синеглазых девушек, не знал никто. Когда перестройка началась и началось бизнес, там все вот эти вот шоу-бизнес уже как... Не то, что шоу-бизнес, а вообще музыка ушла в сторону, потому что там у нас пушки, танки ездили по стране, в общем, все это по Москве. И он начал заниматься коммерческой деятельностью. 91-й год. Перестройка. Белоусов думает, что уже через некоторое время он вспыхнет на сцене в новом образе рок-звезды и завоюет сердца миллионов. Но тут Женя знакомится с людьми, которые предлагают вложить все его сбережения в бизнес. Заманчивое предложение приумножить капитал не дает покоя. Белоусов соглашается стать компаньоном водочного бизнеса и с головой погружается в новое дело. Даже забывает о своей заветной мечте и творческих планах. На его день рождения выпустили водку с этикеткой, с его портретом. Так кумир девушек Женя Белоусов начал продавать водку под своим именем. На эстраде о Белоусове уже почти забыли. Его старые песни вышли из моды, а девочки, для которых он пел, уже выросли. Именно в это время в его жизни разворачивалась настоящая драма. Бизнес разваливался. В начале 90-х коммерческая сфера была очень опасной, особенно в водочный бизнес. На певца начали давить, угрожали и требовали денег. Он абсолютно не был готов к бизнес-жизни, к бытовой жизни. Это проблема таких людей, как он. Нападки ракетиров продолжались недолго. Вскоре они полностью развалили его бизнес. Отобрали все вложенные деньги и в дополнение на Белоусова завели уголовное дело. Неудача в бизнесе полное разорение. Лекарством от депрессии и нервных срывов стал алкоголь. Страшная болезнь прогрессировала и все чаще давала о себе знать. Но Женя старательно пытался ничего не замечать. Чтобы вернуться к прежней жизни, он снова пошел на сцену. Но места на эстраде для него больше не было. Его прежний образ исчерпал себя и был никому неинтересен. Старые песни Белоусова критиковали и называли бездарными, а новые не становились популярными. Воплотить мечту о рок-группе так и не удалось, ведь денег едва хватало на жизнь. Он думает, мой образ устарел, я слишком глянцевый, он хотел поменять репертуар, стал менять его, его не принимали новым. После таких жизненных испытаний здоровье певца ухудшилось. В 1997 он лег в больницу. Думал, что немного отдохнет, пройдет курс лечения и уже через неделю его выпишут. Женя мечтал взяться за работу и сделать все возможное, чтобы вернуть прежний успех. Но этому не суждено было сбыться. Мы были у него в субботу или в воскресенье, вдруг во вторник у него инсульт и ком. лечение не действовало. Белоусову сделали сложную операцию на головном мозге. Женя впал в кому. А спустя несколько дней произошло кровоизлияние в мозг. Спасти Белоусова было уже невозможно. Почему мой Женя Белоусов ушел? Почему ему? Ему за что? Я не могу найти ответ на этот вопрос. И поэтому я утвердился от этого гроба. Я никогда не поверил в вашего Бога. Никогда не буду верить. Ибо он несправедлив. Он чудовищно несправедлив. Когда мы были у него в больнице, Женя сказал, ребята, не пейте. Гоняясь за славой и деньгами, Женя Белоусов спешил жить. Он пожертвовал здоровьем, семейным счастьем и своей жизнью, так и не исполнив заветную мечту. Он не хотел замечать то счастье, которое действительно было в его руках. Для его первой жены, оставшейся с 9-летней дочерью на руках, смерть мужа стала худшим потрясением в жизни. Она была единственной женщиной в Жениной жизни, которая любила его не за деньги, славу и популярность, а за то, каким человеком он был. И несмотря на многочисленные измены мужа с другими известными женщинами, Елена простила его. И сегодня у нее сохранились только теплые воспоминания. Субтитры Субтитры подогнал «Симон»